Оказывай почтение отцу своему и матери своей, и сказано в акте творения, да будут светила на своде небесном, и эти светила отец твой солнце, а мать твоя луна. Ну так это же понятно нам абсолютно, тем, кто изучает кабалу. Аба, Ваима, верхний отец и мать, они являются этими светилами солнца и луной, которые воздействуют на землю, на человека, и которые крутят ее, заставляют развиваться, порождать на себе растительный, животный, человеческий мир. И в итоге эти два великих светила, одно свет Хасадим и другое свет Хухма, как отец и мать наши, действительно, они развивают нас до такого уровня, чтобы мы с помощью света Хасадим, света луны, выбрали в себе весь свет солнца, свет Хухма. Так маму и папу не уважать кровных? Кровных это твое дело, их надо просто уважать на земных рамках. А вот почему так получается, что звучит это как какая-то этика? Мы вспомнили, что очень быстро люди, очень быстро животные отделяются от своих родителей за несколько месяцев или, может быть, полгода, год, два, и все, этого уже нет. Почему у человека это есть? Да потому что он эгоист. Что у него есть? Что он уважает? Да, привязанность к родителям. Да, конечно. Чисто эгоистическая. Родители к детям и детей к родителям чисто эгоистическая, конечно. Не отпускают родители от себя далеко своих детей. Да. Дети привязываются, эксплуатируют своих родителей. И вот получается такая взаимосвязь. Нам кажется, может быть, что это хорошее, доброе какое-то свойство, это очень эгоистическое свойство с обоих сторон. А что же тогда следствие этого, да будут светило, а вы объяснили уже об этом, что отец твой солнце, мать твоя луна. Да. Это настоящий отец. Это настоящий отец и мать. Это откуда не сходит на нас высшее управление, и с помощью которых мы становимся людьми. То есть мы поднимаемся, мы управляем в итоге ими и луной, и солнцем. То есть этими двумя источниками жизни нашей, относительно нашей души, мы ими управляем, и в итоге мы поднимаемся до их уровня. Мы впитываем в себя всю их силу, весь их свет, и доходим до их уровня, то есть поднимаемся до уровня хохмы и бены, полностью взаимодействуя между ними, впитываем в себя полностью свойства и отца, и матери наших духовных, поднимаясь таким образом до уровня, когда мы уже становимся при этом равным творцу. Впитав в себе все свойства хохмы и бены, мы становимся равными кетер, то есть самой высшей такой стадии творца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова